Друзья, здравствуйте, с вами Настя. Вы смотрите Конаково онлайн. На календаре 1 сентября. А значит, школьники, студенты, учителя и преподаватели высших и средних специальных образовательных учреждений отмечают День знаний. Впереди встречи со старыми друзьями и новые знакомства. Я думаю, особенно волнителен этот день для тех, кто сегодня услышит свой первый школьный звонок и тех, для кого уже в следующем году прозвучит последний. Какие ощущения от того, что это последний школьный год? Очень много моментов, ощущений разных от того, что мы осознаем, что последний раз идем в школу. Довольно противоречивые отношения. С одной стороны хорошо, с другой стороны грустно. В конце концов, это лишь один этап своей жизни. Я прихожу в другой этап жизни. Это взросление, вуз и остальное. Противоречивые. Морально очень тяжело, потому что подготовка к ЕГЭ занимает очень много времени. И опять же, стоит выбрать правильное решение, чтобы дальше идти по той дороге, по которой именно хочется идти. На самом деле, последний год это решение перед самым сложным этапом жизни. То есть это поступление, это выбор в жизни, куда ты идешь дальше. Но как для выпускницы это сложно. И я чувствую, моя мама, наши мамы, будут они на последнем звонке очень плакать. Ведь они понимают, что это больше не те их дети, которые они вот как первоклассников сегодня привели за ручку. Это совершенно будут уже взрослые люди, которые идут по своей дороге. Что вы пожелаете первоклассникам? Впереди у них 11 лет учебы. Вот что вы как уже выпускники почти пожелаете? Усердно учиться, не сдаваться, не обращать внимания на сложности, идти вперед. Святая успехов в жизни, достижений и счастливых моментов. Главное верить в себя, не опускать руки, идти к своей цели, и все у них будет хорошо. Просто идти дальше. У меня есть младшая сестра, и когда она пошла в первый класс, я ей сказала, не слушай никого, верь только в себя. И если у тебя что-то не получается, у тебя есть взрослые, которые тебе всегда помогут, и всегда обращайся за помощью взрослым. К любому празднику нужно готовиться, и День знаний не исключение. Школьники выбирают новую форму и тетради, родители, букеты для учителей. А как готовится школа к новому учебному году? Ну, если вы приглашаете к себе в гости людей, родственников, знакомых, вы же тоже готовитесь дома. И школа такой же дом. Точно так же готовится к новому учебному году, к празднику. Школу красят, делают косметический ремонт. У нас нет, школа новая, поэтому у нас таких глобальных ремонтов нет, но косметический ремонт мы делаем всегда. Приводим в порядок, чтобы дети пришли в светлую, красивую, чистую школу. Но школа готовится, и учителя готовятся. Мы принимаем новых педагогов. В этом году, ну, наверное, за последние три года мы приняли шесть новых педагогов. Это счастье, действительно счастье. И они специалисты своего дела, они педагоги. Школа в этом году вступает в новую жизнь, в новые традиции. Согласно нацпроекту, у нас есть точка роста. В нашей школе, наверное, вот единственной, где есть все. По национальному проекту у нас есть дополнительные места. Это кружки, это мастерские и так далее. В школе точно так же под нацпроекту создана цифровая образовательная среда. В рамках этой среды мы получили аппаратуру, получили ноутбуки, технику. В школе в этом году начинается новая жизнь для первых и пятых классов. Первые и пятые классы начинают работать по новым обновленным в ГОС. Это федеральный государственный образовательный стандарт. И в школе в этом году, так же, как во всей стране, делается большой упор на патриотическое воспитание. У нас очень хорошая спортивная команда, которая занимает первые места. И в этом году мы заняли первое место, поедем на область по безопасности дорожного движения. И дети занимают ведущие места, первые, вторые, третьи, в исследовательских проектах и конкурсах. Ну, я считаю, что мы с хорошим задатком входим в новый учебный год. И дети так же будут продолжать. И мы будем стараться давать им те знания, которые они этого заслуживают. И кто хочет вас взять, тот возьмет. И вот одним предложением, подытожим все это, пожелайте ученикам какое-нибудь пожелание в новом учебном году. В новом учебном году хочется пожелать, чтобы дети хотели учиться, и успех каждого ребенка их найдет. Ты рад, что пошел в школу? Очень. Очень. Какие у тебя эмоции от того, что сегодня первый школьный звонок? У меня радость, веселье, я хочу идти в школу. Отлично. А зачем нужно ходить в школу? Чтобы учиться, чтобы не был глупеньким. А зачем не надо быть глупеньким? Потому что, если ты глупенький, ты много ничего не узнаешь, будешь ничего не знать, и у тебя ничего не будет. То есть впереди планы много узнать и много чего получить? Да. Ты рада, что пошла в школу сегодня? Да. Эмоции какие тебя переполняют? Очень хорошие, я очень рада, потому что я бы очень хотела в класс. В школу, да? Да. Зачем нужно ходить в школу? Чтобы быть умным. Если ты не будешь умным, ты будешь плохо себя вести, и у тебя ничего не будет. А чего ты хочешь в этой жизни? Я хочу, чтобы все было хорошо, у меня была школа и хорошее отношение. С кем? Со всеми нашими одноклассниками. Большая подготовка к новому учебному году этим летом прошла в Канаковском колледже. Благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» здесь появились мастерские по компетенциям, ресторанный сервис и администрирование отеля. В 2021 году наш колледж участвовал в конкурсном отборе федерального проекта «Молодые профессионалы», национального проекта образования «Создание мастерских». И благодаря правительству Тверской области и Министерству промышленности и торговли Тверской области наш колледж стал счастливым обладателем гранта на две мастерские по ресторанному сервису, в котором мы находимся, у нас учебный ресторан, и администрирование отеля. Реализация проекта шла в достаточно сжатые сроки. За 2022 год до 1 сентября мы должны были открыть мастерскую. Федеральные средства и средства регионального бюджета шли на покупку необходимого оборудования, а ремонты в наших мастерских сделаны благодаря нашим социальным партнерам. И я хочу выразить огромные слова благодарности кафе «Зеленая кухня», компании «Орион», компании «Каньон» и «Конаковой Ривер Клаб». А еще мы сегодня прошлись по колледжу и увидели новый компьютерный класс. Расскажите об этом. Этот новый компьютерный класс как раз часть федерального проекта «Молодые профессионалы». Это так называемый «Бэк-офис» – мастерской администрирования отеля. То есть работа партии состоит из двух частей. Первая часть – это то, что ты общаешься, а партия общается с гостями, стоит за стойкой приема и размещения. Но кроме открытого общения с гостями, есть еще, скажем так, скрытое общение. Это работа колл-центров, менеджеров по бронированию. И все это находится в «Бэк-офисе». Вот у нас компьютерный класс – это «Бэк-офис» гостиницы. Наличие современного оборудования повышает уровень профессионализма и студентов, и, естественно, преподавателей. И студент, прежде чем выйти на производственную практику, он все попробует своими руками. Он сумеет сварить кофе, кофемашины, сделать различные коктейли, увидеть, как происходит банкетное обслуживание, как обслуживание в рассадку. До этой мастерской это было невозможно. И получается, что наши студенты приходили на производственную практику в гостиницы и рестораны, и они все это оборудование видели первый раз в своей жизни. Многие первый раз в своей жизни видят, что такое настоящий ресторан. А здесь у нас на практике они отработают и придут в ресторан уже практически готовыми специалистами. Школьные и студенческие годы – это не просто время получения знаний. Это период познания себя, первая влюбленность, первое разочарование. Это время учиться ставить себе цели и достигать их. Друзья, команда «Конакова онлайн» поздравляет всех учителей и учащихся с Днем Знаний. Мы желаем всем студентам и школьникам Конаковского района продуктивного учебного года и бурю приятных эмоций как на уроках, так и на переменах. Пишите в комментариях свои самые яркие впечатления о школьных и студенческих днях. Подписывайтесь на «Конакова онлайн». С вами была Настя. Всем пока!